Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот я так смотрю на эту фотографию, он мне уже не нравится. Но это кто-то либо в фотошопе побаловался, либо фотограф. После дня поля был. Томат хороший, классный томат. Так буду по отзывам опять же рассказывать, по людям. Томат вяжут как и в жару, так и в холод. В этом году были проблемы с поздней весной. То есть была холодная весна и жаркое лето сразу. Так в принципе в людей он повязал неплохо. Три томата в среднем, три-четыре было на кисти. Средний вес 250-280, опять же растет и до полкилограмма и больше, в зависимости от питания. Не облегчает. То есть пятая, шестая, седьмая, восьмая кисть, он будет 250-280 грамм крупный томат. В первом обороте вообще не лопается. Во втором обороте, ну, есть инциденты. Опять же, сами понимаете, что мало того, что томат не растрескивается розовый. Зависит много от полива, зависит много от питания. То есть вот того, как кратность полива, в какое время люди поливают его. И опять же от удобрения. И первый, и второй оборот подходит. По устойчивости к альтернариозу, к фитофторозу. В серой аниле есть устойчивость, но не так, как в красных, как в черного, например. Ну, в розовых томатах есть такая проблема. По серой аниле. Тоже очень хорошо лежит томат сам. Ну, в прошлом году приезжали к фермеру, в январь месяц. Если он его в ноябре сорвал, в январе у него кушали помидоры. То есть товарный вид он не потерял, вкусовые качества тоже не достались у него. В Одесской области есть такой поселок Усатова. Там тепличный комбинат, бывший старая теплица антрацитовского типа. С общей площадью около 25 гектаров. И так просто скажу, что есть один клиент, который выращивает только наши гибриды. И вот соседи, которые выращивают голландские аналоги того же розового томата. В этом году с чем мы столкнулись? У человека, у которого рос наш пинкроус и остальные наши гибриды. И реально, ну это буквально через 5 метров другие 3 гектара. Ихние гибриды уже вырезались, наши еще стояли. И опять же, у него не хватило рассады своей наших гибридов. Он купил его у соседей, так сказать. То есть смотришь по теплице, наши стоят, нормально не болеют. Заходишь к гибридам-конкурентам, я даже не знаю какие, не буду говорить. Но результат совсем другой. Томаты были очень поболевшие. И не так завязались в этих экстремальных условиях, чем тот же пинкроус. И растения очень мощные, очень урожайные. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.